Привет! Перед передачей продукта на модерацию и сдачей заказчику нужно убедиться, что он соответствует бизнес-требованиям и требованиям пользователей. Для этого нужно провести приемочное тестирование. Меня зовут Ольга Перевозкина, я инженер по тестированию в ИК МиниЭпс, и в этом уроке я расскажу, как подготовиться к тестированию приложения. Функций в приложении очень много, и протестировать все мы можем просто не успеть. Чтобы расставить приоритеты, нам нужно определить ключевые функции. Ключевые функции приложения – это те, что помогают достичь целей пользователей и заказчиков. Возьмем для примера приложение для заказа еды, которое мои коллеги показывали вам в предыдущих модулях. Для выявления приоритетов тестирования нужно найти ответы на две категории вопросов. С точки зрения пользователя, чего хочет пользователь от вашего приложения? Какие функции для него ключевые, а какие второстепенные? Например, пользователь хочет заказать доставку еды и сэкономить время от готовки. Доставки еды – ключевые функции, выбрать еду и оформить заказ. А второстепенные – оставить отзыв, поделиться ссылкой на блюдо. С точки зрения бизнеса, чего хочет достичь заказчик с помощью этого приложения? Какие функции помогают достижению целей заказчика? Даже если у вас нет внешнего заказчика, и вы сами инициатор разработки приложения, наверняка у вас есть какая-то цель. Например, если цель – заработать денег на рекламе, то нужно завлечь пользователя, чтобы он провел больше времени в приложении и посмотрел больше рекламы. То есть здесь будут ключевыми функции, подпитывающие пользовательский интерес и функции показа рекламы. А если ваша цель – увеличение продаж, то ключевой функцией будет оформление заказа. Цели пользователя и заказчика важно определить, несмотря на интерфейс приложения. Так как если вы будете смотреть на экран, то есть риск, что вам все функции сразу покажутся одинаково важными. А цель пользователя вы начнете формулировать в привязке к интерфейсу. Например, открыть список, выбрать пункт, добавить в корзину. Цели пользователя и заказчика должны быть человеческими. Покушать без усилий, заработать денег, поиграть и отвлечься от суеты. После того, как вы выписали себе цели и ключевые функции вашего приложения с точки зрения и пользователя, и заказчика, вы могли бы просто взять и протестировать все эти функции. Но даже если в приложении работает каждая функция, это не значит, что пользователь сможет достигнуть цели. Потому что не факт, что все кусочки выстроятся правильно, в единую дорожку, по которой пользователь сможет пройти. Поэтому мы берем наши ключевые функции и формируем из них сценарии использования приложения.